Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Александр Михеев. Александр Павлович, я вас приветствую. Добрый день. В связи с тем, что у нас в этом году бюджет напряженный, отдельная категория граждан, особо нуждающихся в государственной поддержке, тем не менее остается защищенной. Но меняются механизмы оказания этой социальной помощи. О чем идет речь? Каковы новые механизмы? На сегодня не только у нас в Республике, а в целом по России подходы оказания материальной помощи гражданам, которые в трудной жизненной ситуации меняются. То есть на сегодня мы должны учитывать с учетом того, кто нуждается и подходить уже по критерии нуждаемости. Такой опыт реализуется в Московской области и в ряде уже регионов, в том числе и у нас в Республике. На сегодня мы будем оказывать помощь, эти механизмы прорабатываются и на сегодня их применяем мы при оказании материальной помощи гражданам, оказавшим в трудной жизненной ситуации. Это зависит, во-первых, от дохода на члена семьи и учитываем имущественный характер данной семьи, данного гражданина. Вот эти критерии на сегодня мы прорабатываем, думаю, как их правильно реализовать, чтобы эффективно использовать те средства, которые заложены в бюджете и чтобы они доходили до тех семей, которые действительно на сегодня нуждаются. Такой подход будет. То есть не все будут получать социальную помощь именно те, кто действительно... А каким образом будет происходить именно, так скажем, отбор или определение особо нуждающихся? Ну, во-первых, все не все. То есть будут получать все, кто нуждается и должны получить они помощь. Для этого у нас на сегодня, во-первых, механизм проработан с взаимодействием с органами местного управления в реализации указа главы 1857 от апреля этого года, где у нас подписаны соглашения с муниципальными образованиями. И главы, создав комиссию на местах, принимают решение, выявляют семьи, которые на сегодня нуждаются и комиссионно принимают решение об оказании этой помощи. Здесь, да, учитывается доходная часть, учитывается наличие, значит, одно, два, три строения. Возможно, семья находится в такой ситуации, но имеет определенные, значит, имущества и, значит, по месту жительства, и за пределами там, где не проживает. То есть вот на сегодня эти механизмы работают. Кроме этого, применяя, значит, принятие решения на местном уровне, граждане, которые входят в эту комиссию, они знают на сегодня доходную часть, которая не декларируется, не отражается. И, учитывая вот это, тоже, значит, на местах должны принимать решение. Означает ли это, что уменьшится количество граждан, особо нуждающихся? Ну, при этом мы говорим, что не уменьшение граждан, да, мы выявляем категорию особо нуждающихся, да, значит, но при этом на сегодня по данным, которые мы получили от статистики, к сожалению, по 2016 году у нас очень высокий процент граждан, которые находятся с доходами ниже прожиточного минимума. Поэтому на сегодня как раз мы, значит, и прорабатываем такие механизмы, как адресности и проведение персонифицированного учета, который мы на 1 июля провели. И на сегодня у нас есть такой проект межведомственного взаимодействия, как об оказании адресной помощи и методического сопровождения Мадутского наслега в Намском районе, где принимают участие не только Министерство труда, но и другие министерства, подходим к каждой семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, и какую меру поддержки они должны получить. И затем этот опыт будем рекомендовать методически для других поселений, чтобы индивидуально с каждым поселением, с каждой семьей в такой проводилась работа. Вы сказали о прожиточном минимуме. По итогам третьего квартала, насколько он был проиндексированный и сколько сейчас составляет? Ну, индексация проводится прожиточного минимума с учетом цен, которые сформировались по предыдущему кварталу. И на сегодня у нас индексация произошла несущественно, буквально на 1%, и она на сегодня у нас составляет 17 388 рублей. — Скажите, а ведется ли какой-то мониторинг по числу людей, которые имеют доход ниже прожиточного минимума? Есть ли в процентах данные какие-то? Уменьшается ли в связи с индексацией, повышением прожиточного минимума и так далее, с выплатами и так далее? — Ну, на сегодня, опять же, я должен сказать, что с учетом увеличения прожиточного минимума, ежегодно, во-первых, у нас проводится в республике увеличение минимальной заработной платы. На 1 июля трехторонней комиссии принимается решение, значит, происходит увеличение минимальной заработной платы. Это позволяет сделать то, чтобы граждане действительно получали зарплату, которая позволяет прожить в данной экономической ситуации. Кроме этого, значит, у нас есть такой механизм, который уже реализуется не первый год. Это мера социальной поддержки, социальный контракт. Кроме материальной помощи, которую мы оказываем гражданам, когда даже в трудной жизненной ситуации, мы даем возможность получить меру поддержки для развития, ну, собственного производства, можно сказать, да, или заниматься личным подсобным хозяйством, или открыть предпринимательскую деятельность. На селе тоже это актуально, не только в городе, и этот опыт очень такой хороший. Сегодня мы тоже, значит, подходим к тому, что, значит, граждане, которые получают эту меру поддержки, они должны выйти из этой трудной жизненной ситуации, то есть они выйдут из числа тех граждан, которые нуждаются. Но при этом механизм реализации этого социального контракта, он должен быть эффективен, чтобы действительно человек получил и создав, занял себя и получил уже в следующем году доход, который позволял ему содержать семью, самому нормально жить, да. Поэтому этот механизм очень хорош, за годы, которые мы реализуем, уже более 5000 граждан получили такую меру поддержки. Этот размер, ну, я скажу, да, этот размер более где-то около 150 тысяч. То есть это стартовый капитал для начала бизнеса очень хороший. Что для этого нужно, чтобы получить такую поддержку в виде вот социального контракта? Что нужно сделать? Опять вернусь к указу главы, да, значит, необходимо прийти в администрацию своего поселения, подать заявление главе. Не надо ехать в районный центр, чтобы управление соцзащитой. Может быть, некоторые граждане до сих пор не знают, что с 1 июля нужно приходить не в управление соцзащитой, а в администрацию. И глава на своем уровне с комиссией примет решение. Для этого, конечно же, нужно иметь определенный бизнес-план, на что эти деньги будут потрачены, да, значит, рассмотрят возможности. И, значит, на своем же уровне, опять на уровне поселения принимается решение. Поэтому, значит, кроме этого, мы говорим администрациям на местах, чтобы они еще и сопровождали их, смотрели за эффективностью использования этих бюджетных средств, чтобы граждане, получив, когда настанет период отсчитаться, как они использовали, они не реализуются, а направят эти средства на другие цели. Поэтому вот так вот. Скажите, а вот сейчас активно развиваются некоммерческие организации. Можно ли отнести к социальному контракту? Или какую поддержку государственную получают эти некоммерческие организации, которые работают в социальной сфере именно? Некоммерческие организации – это форма предоставления социальных услуг. Сегодня мы предоставляем как государство социальные услуги и на дому, нестационарные, да, и стационарные в учреждениях. И на сегодня президентам страны дано такое поручение, что около 10% средств, которые предусмотрены на эти меры, должны перейти к бизнесу или некоммерческим организациям, которые наравне с нами, параллельно с нами, должны предоставлять эти услуги. Сегодня у нас в реестре министерства стоит более 30 таких некоммерческих организаций. Из них, конечно, не все предоставляют социальные услуги. Робко входят в этот рынок. Но при этом, я говорю, обращаясь ко всем, кто желает принять участие, смелее занимайтесь социальными услугами. Это, я говорю, нестационарные услуги и стационарные услуги. Какая мера поддержки? Организация, которая этим начинает заниматься, должна встать в реестр. Затем, значит, предоставлять услуги гражданам, которые гарантированы эти услуги, актировать, сдавать отчеты и получать субсидию согласно тарифам. Такой вопрос. Вот недавно глава республики встречался с блогерами. И на этой встрече был поднят вопрос о временном пребывании детей-инвалидов. То есть проблема такая существует, но нет здания, нет помещения для этих целей. Как вы думаете, есть ли возможность у нас решить этот вопрос? По детям-инвалидам я хотел бы здесь сказать, наверное, следующее. Сегодня это как бы в приоритете. Мы думаем в основном сейчас на счет оказания реабилитационных услуг. В этом году сдаются очень хорошее учреждение. Оно уже создано, завершаются работы строителей. И думаю, что вот это учреждение, которое сейчас заработает, оно улучшит условия для наших детей. Там будет у нас 100 стационарных мест для детей и 150 дневного пребывания. Там будут оказываться услуги для наших детей. Мы сейчас будем вести переговоры еще и с Минздравом, чтобы это было все в комплексе. Поэтому центр заработает и не только городские дети из Якутска, но со всех районов они получат возможность приезжать и получать реабилитацию в полном объеме. Вы сказали, на сколько мест рассчитаны этот центр? 100 стационар и 150 дневного пребывания. Хорошо. Скажите, ну очень кратко, это именно детский, да, реабилитационный центр? А что, какие у нас, есть ли у нас проблемы с реабилитацией взрослых? Решаются ли вопросы? У нас также имеются реабилитационные центры для взрослых, ну, инвалиды, да. Этот центр у нас находится в городе Якутске на Рихарда-Зорге. Уже имеют большой опыт работы, оказывают помощь гражданам, которые тоже в той или иной мере утратили свои способности. Там проводится реабилитация и для опорников, и для тех, кто потерял конечности, протезирование. То есть там большой спектр работ проводится. Спасибо, Александр Павлович, за содержательную беседу. Я напоминаю нашим телезрителям. У нас в гостях был министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Будьте с нами в курсе событий. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok